приветствую друзья с вами вновь я виталий и сегодня мы продолжаем с вами тему развивать узнавать обучаться тема как выйти из зоны комфорта эта тема продолжается же в пятом видеоролики видеоролики маленькие коротенькие потому что мы с вами используем принцип поедания разрезания слона на маленькие части прошло достаточно времени если вы смотрели предыдущий видеоролик вы могли осмыслить его что там посмотреть в своей жизни понаблюдать сделать какие-то выводы и уже осмысленно смотреть следующий видеоролик а именно сегодня мы будем с вами говорить о том о связи с нашим подсознанием первом видеоролике был единственный комментарий моего подписчика который спросил меня о том а как а как выйти из зоны комфорта благодаря состоянию покоя и сегодняшний видеоролик я вам рекомендую посмотреть возможно вы увидите тот самый ответ который вы ожидаете узнать как выйти из зоны комфорта и состояние покоя и так друзья мы с вами сегодня как бы утверждаем теперь уже утверждаем что наше сознание и подсознание имеют друг с другом общее общее это итог такое общее пространство которое мы называем зоны комфорта именно зоны комфорта помогает этим двум состояниям нашему сознанию и подсознанию взаимодействовать поэтому мы испытываем некоторые проблемы при выходе из зоны комфорта и в первую очередь мы говорим о безопасности почему мы говорим о безопасности потому что наше подсознание в первую очередь заботится о нашей безопасности как вы знаете все наши страхи все наши барьеры находятся в нашем подсознании с одной С одной стороны, это помогает нам в сложных ситуациях критических, мы именно надеемся только на подсознание, что оно даст команду, и мы примем быстрое решение и сделаем, как говорится, ноги. Но с другой стороны, эти же самые барьеры, эти же самые страхи ограничивают нас в расширении нашей зоны деятельности, нашей сознательной жизни. Поэтому, друзья, сегодня мы говорим о том, что наше сознание имеет возможность контролировать подсознание, но в то же время мы утверждаем со всей основательностью, и доказана эта основательность, утверждение это то, что наше подсознание совершенным образом управляет нашей сознательной жизнью. Потому что вся наша безопасность именно находится в нашем подсознании. В свое время мы, когда мы растем, развиваемся, мы закладываем в наше подсознание именно те триггеры, критерии, какие-то рамки создаем себе, именно которые позволяют нашему подсознанию помогать нам, управлять нами в нашей сознательной жизни, когда мы делаем наши глупости. Итак, друзья, из этих двух посылов очень важных мы приходим к такому очень важному выводу, что для того, чтобы нам выйти из зоны комфорта, нам необходимо начать взаимодействовать с нашим подсознанием. Потому что наше подсознание имеет такую очень важную заинтересованность в нашем комфорте. Почему? Потому что наше подсознание для него очень важное и главное состояние, состояние покоя. Так вот, для вас, друзья, кто спрашивает это у меня, как используем мы состояние покоя для того, чтобы выйти из зоны комфорта, и в этом случае мы говорим о работе с нашим подсознанием, то есть наше подсознание заинтересовано в самом большом, самом глубоком состоянии покоя. И это состояние покоя мы связываем, безусловно, с комфортом, эмоциональным, физическим и ментальным. Для чего нашему подсознанию состояние покоя, состояние комфорта? Это не сама цель для подсознания. Для подсознания важно иметь четкую, ясную картину окружающей действительности, которая ничем не затеняется вашими сознательными мыслями, вашими действиями. То есть ваше подсознание видит картинку ясно и четко, как она существует в реальности. Для того, чтобы вовремя среагировать, дать ту или иную команду нашему телу, нашим инстинктам, чтобы мы таким-то образом среагировали, для того, чтобы выйти из какой-то ситуации в безопасную сторону. Именно для этого нашему подсознанию необходимо состояние покоя. Поэтому и состояние покоя для подсознания, оно главное, и оно стремится это состояние покоя сохранить. И, соответственно, оно создает определенные препятствия для нас, когда мы хотим выйти из состояния покоя и какие-то действия совершить. И наше подсознание нас тормозит так. Поэтому выход из зоны комфорта – это движение из покоя в беспокойство. Правильно? То есть мы движемся из покоя нашего подсознания в беспокойство нашего сознательной жизни. И для этого, друзья, нам необходимо начать именно взаимодействовать с нашим подсознанием. И, соответственно, что мы можем нашему подсознанию предложить? Предложить мотивацию, замотивировать наше подсознание развиваться, развивать свою зону комфорта. А зона комфорта для подсознания имеется состояние расширения зоны комфорта. Расширение зоны комфорта, расширение зоны влияния подсознания на сознательную жизнь человека. И в сознательную жизнь человека мы это называем таким словом интуиция. Ваше интуитивное решение, ваше интуитивное поведение, ваше интуитивное состояние, которое вызвано вашими подсознательными посылами, которыми вам неизвестны. Так вот, именно этим мы можем мотивировать наше подсознание к развитию, то есть к большему влиянию на сознательную жизнь человека. То есть не просто какую-то безопасность обеспечивать, равновесие поддерживать человека с помощью подсознательной реакции, а большее влияние на жизнь сознательную, то есть даже творческую жизнь и так далее. То есть мы заинтересовываем подсознание в том, что мы хотели развиваться вместе с тобой, выходя из этого позиционного комфорта, расширять зону комфорта и получать удовлетворение этой жизнью. Поэтому, друзья, нам с вами необходимо посыл сделать такой нашему подсознанию, и мы для него с вами делаем, сообщаем нашему подсознанию, что вот сегодня я рассматриваю эти три формы круг, квадрат и треугольник, как формы эмоционального комфорта, ментального комфорта или физического комфорта. И поэтому я отправляю в подсознание такой посыл. Этот посыл показывает нашему подсознанию, что необходимо какие-то предпринимать действия. Эти действия, то есть мы начинаем выходить из зоны комфорта нашего подсознания, беспокойного состояния нашего сознания. То есть главное, что первый и главный механизм общения с нашим подсознанием – это повторяемость действий. Повторяемость действий мы всегда называем, как мы это называем, обучаемость, да, как я сказал уже ранее, это слово повторяю, мы обучаемся. То есть подсознание, когда мы много-много-много раз повторяем те или иные действия, которые вызывают беспокойство нашего подсознания, оно воспринимает сначала это да, как это какое-то беспокойство, какая-то тревожная ситуация на которой требует какого-то подсознательного ответа сканирования окружающей обстановки людей, каких-то условий и так далее, состояния, подсознание сканирует потом говорит да, 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 и в конечном итоге подсознание начинает запускать процесс обучения, понимая, что это обучение оно начинает запоминать информацию и соответственно сменять программу, то есть мы можем через наше сознательное действие сознательное повторение контролировать подсознание, изменим программу ее работы, подсознание а подсознание соответственно меняет программу нашей сознательной жизни, независимо то есть от нас, и мы это не замечаем как окружающая жизнь меняется вокруг нас и благодаря этому мы и расширяем нашу зону комфорта и благополучно, безопасно, без стресса переходим в более широкую, на другой уровень комфорта какого-то и так далее как мы это говорим, когда выйти из зоны комфорта куда мы собираемся выйти? в другую зону комфорта у нас такая же цель расширять свою зону комфорта увеличивать, поднимать свой уровень какой-то жизни, качество жизни увеличивать, улучшать и так далее поэтому, друзья, мы сегодня ставим с вами акцент на то, что нам необходимо начать диалог с нашим подсознанием с помощью повторяемых действий повторяемые действия это подсознание воспринимает как обучение поэтому мы будем с вами повторять какие-то действия физические, ментальные, эмоциональные для того, чтобы сообщить нашему подсознанию что мы занимаемся самообучением саморазвитием безусловно, мы будем эту тему развивать если вам это интересно Будут какие-то еще просмотры Какие маленькие-маленькие просмотры будут Но все равно будем ее развивать Потому что здесь очень большой интересный пласт Такое развитие человеческого Я надеюсь вам это будет интересно со мной Пока-пока С вами был Виталий Подписывайтесь, лайкайте, ставьте колокольчики